Приветствую вас, я предлагаю вам задуматься о природе ваших обид, которые имеют место быть. То есть вы говорите о том, что вам обидно. Вы говорите о том, что вам, ну, очень тяжело. Но это свидетельствует о наличии у вас определенных ожиданий, которые продиктованы вашими желаниями в версии ваших потребностей. Вот. Значит, давайте разбираться. Мы встречались год. Так, хорошо. Год – это, конечно, срок небольшой, но и, надо сказать, не самый маленький. Да, то есть, как бы, за год можно, ну, хоть немножечко, да, как-то вот человека, может быть, узнать. За год можно как-то понять, кто перед тобой, да, и так далее. Но, тем не менее, за год вы не поженились. То есть, вот ключевой момент, да, что вы не поженились, вы не создали семью, как бы, друг другом. Вот. И у меня к вам отсюда, соответственно, вопрос. Почему? А почему не создали семью вы? Ну, что-то помешало вам отдать семью, или, может быть, вы друг другу не подходили, или, может быть, еще какие-то проблемы были. То есть, почему? Почему так вышло, что вы не создали семью с этим мужчиной за год отношений между вами? Да, как бы. Вот. То есть, об этом нужно подумать вам в первую очередь. В первую очередь об этом нужно подумать. Далее. 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 Смотрите, какая штука получается. Мужчина хотел ребенка. Да? Ну, хорошо. Ребенка хотел. Молодец. А вы сами чего хотели в этой ситуации? Вы сами чего желали в этой ситуации? Ну, вот. Ситуации с ребенком. Понимаете? Почему вы пошли как бы на бороду у мужчины? Почему вы позволили ему, мужчине, то есть, значит, навязать вам свое желание? Вот я хочу ребенка, говорит мужчина. Ну, хорошо. А чего хотите вы? Как бы вопрос логичный, ну, на мой взгляд, логичный вопрос. Что хотите вы, что нужно вам в этом контексте, в этой ситуации, да? Как бы. Что вы хотите? Сами. А может, понимаете, какая штука? Мужчина может хотеть чего угодно. Это как бы его вообще право. Это ему ответственность хотеть. А ваша ответственность, которая вот у вас есть, ваша ответственность, это ответственность такая, такая, что вы приняли, вы приняли на себя ответственность за ребенка. Знаете, в чем дело? Ведь забеременели-то вы, да, не мужчина забеременовал, а вы забеременели. Значит, вы этого хотели, то есть это желание было в чье, получается, тогда, ваше, правильно, ну вот, понимаете, желание, получается, было ваше, вот и вопрос возникает тогда. Если вы сами позволили мужчине как бы, ну, сделать себя беременной, да, вот, вы же, наверное, на что-то рассчитывали, беременнее, не защищая себя никак, понимаете, да, какая штука. Если вы беременеете и никак себя не защищает, то это, что? Правильно. Это ваша ответственность. то, что вы беременеете, беременеете и себя никак не защищает. Почему не защищает? Вот. Почему не защитили себя? Почему торопились, значит, ну, с беременностью? Вопрос, на мой взгляд, открытый. Ну, остается открытым этот вопрос. Почему? Мы вот об этом вам в первую очередь инуюно подумали. На что рассчитывали? Чего ждали? Чего ждали? И почему? Чего хотели от ситуации? Дарья, в скором времени, пишите вы, мы очень поругались. Из-за чего? Опять же, поругались. То есть, какая причина была того, что вы поругались? Дальше. Через три недели помирились. Как происходило примирение? Что друг другу говорили? Обещали ли чего-то? Поняли ли вы чего-то? Ну, каждый сам для себя, естественно. Каждый сам для себя, это понятно. Поняли ли вы что-то или нет? Если не поняли, то в чем тогда смысл примирения? Если вы поняли, то почему тогда мужчина вас, значит, как бы, ну, не услышал? Почему, да? Почему мужчина, как бы, ну, вам самой, вам самой не дал понять, что, как бы, ну, все хорошо, да, что вы решили. Проблему для, ну, проблему отношений вы решили. Вот. Значит, и вы, почему не дали ему понять, да, что, как бы, тоже вели какие-то выводы из того, что произошло. То есть здесь, на мой взгляд, вот, имеет место быть такое вот, ну, достаточно серьезная, достаточно периодная халатность по отношению к партнерам. Как, на мой взгляд, с вашей стороны, так и с его стороны. Вот. Вопрос заключается в том, чем это обусловлено. Дальше. Дальше. Я чувствовала, что-то не то. А как вы действовали? Вот. Вот. Почувствовали, да, что что-то не то. Вот. Ну, понятно. Как-то вот. Неприятно, да. А мы догадались. Хорошо. Хорошо. Действовали-то как вы. Понимаете? Что делали-то? Что делали-то? С тем, что что-то не то. Или ничего не делали вообще? А если чувствовали, что что-то не так, почему не предприняли ничего? Ну, не поговорили с мужчиной, там, не знаю, не попробовали выяснить что-то. А если он вам говорил, что он не хочет выяснять, ну, что его, грубо говоря, все устраивает, да. Вот. Так, опять же, вопрос. А тогда ваши выводы какие из этого? То есть, ну, вот, мужчина, да, он не хочет, да, он не хочет ничего решать. Ну, грубо говоря. Его все устраивает. Вообще. Мужчина. Его все устраивает, ему все нравится, да, да. Вам нет. И вы, и, как бы, что-нибудь. Он делает все. Вы миритесь с этим? Или вы стараетесь ситуацию как-то подкорректировать, выпрямить? Или что-нибудь? Понимаете, какая вещь? Через месяц я узнаю, что у него появилась другая. Тут вы говорите о том, что вам мужчина сказал. Что он вам сказал о том, что это ничего не значит, что они просто друзья и так далее. Вы ему поверили? Или как? Ну, вот, по тексту вашему получается, что поверили. А почему поверили? Попробовали ли вы, когда понять, чего мужчине не хватает? В отношениях с вами? Что у него другая появилась? Попробовали ли вы увидеть, что мужчине нужно? Попробовали ли вы удовлетворять его желанию? Ну, помимо того, что он хотел ребенка. Это... Помимо этого. Потому что, как бы, ребенку он хотел, да, это еще вопрос, для чего он хотел ребенка. Но, тем не менее. То есть, ваша позиция во всем этом какая была? Вы понимаете, да, что я пытаюсь до вас донести? Что у вас есть обида, а чувство, что мужчина вам что-то должен. Но почему он вам что-то должен? С чего он вам что-то должен? Непонятно. Он долго говорит, что все это ерунда, я не друзья, что у нас все хорошо. Вы ему верили. Да, то есть просто, что у вас все хорошо, вы ему верили. А в итоге они стали вместе. Почему? Сказать из-за моей истерики. В чем истерики? Из-за чего истерики? Истерики это... Недостаток внимания. Получается, что вам не хватало внимания мужчинам. Да? Ну вот, так вот получается. А почему вам не хватало внимания мужчинам? Делали вы что-то, чтобы ему хотелось вам внимание как-то проявлять, проявлять к вам внимание? Или нет, или вы считали, что вы забеременели и все, и больше делать ничего не нужно. Понимаете, я вас не обвиняю. Опять-таки, специальные договоры, чтобы вы ничего, не дай бог, не подумали. Я вас не обвиняю. Я просто хочу сказать, чтобы вы взяли на себя ответственность за то, что с вами произошло в этой ситуации. Чтобы вы постарались, попытались взять ответственность на себя, свою часть ответственности. Понимаете? Вот. А то пока получается так, что вы жертва, что вы ни на что не влияете, что вы вот заняли такую, знаете, детскую позицию. Вот, типа, вот я обиженная, я ни в чем не виноватый, я ничего не понимаю и не знаю, что мне делать. Какая ситуация-то в этой вы как оказались? Вас же беременеть-то никто не доставлял, вас же не насиловали, надеюсь. Понимаете, в чем дело? А вот. Что лично вами двигало, когда вы беременели? Ребенок, это же серьезно. Ребенок, это серьезно. Вы, если, как бы, ну, если вы забеременели, то вы, наверное, хотели этого ребенка. Поправьте меня, если я ошибаюсь. А если не хотели, то зачем тогда беременели вообще? Знаете, какая штука? Поправьте меня. Интересно. Ну, вот. На мой взгляд, интересная штука. Поправьте. Вот. Понимаете? То есть, нужно вот поработать как следует с вашими мотивами. с вашей мотивационной и потребностной сферой. Вот. Чего хотите, почему хотите, как хотите и, в общем, от кого хотите. А вот. А то, пока, как-то, вот, вообще непонятно вообще. Как вы оказались в этой ситуации? Вот, ну, вообще непонятно. 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 Дальше. А, значит. Следующий момент. У него остыли чувства ко мне. Ну, допустим. Чувства остыть к вам у него могли. Вы сделали что-то, чтобы они появились? Я ему написал, а ты наконец-то услышал от него правду и предложил остаться с моими друзьями. Что он ответил? Зачем написали? Поддерживаете ли вы с ним общение сейчас? Общаетесь ли вы с ним? Понимаете, да? А, ведь скоро у нас будет ребенок. Мне сейчас очень тяжело и обидно. Не знаю, что делать. Помогите, ведь я его до сих пор люблю. Но если любите, вам нужно за него порадоваться, ведь он счастлив, у него все здорово. А вам обидно. Какая же это любовь, если вам обидно? Если вам обидно, это не любовь. Это что-то другое. Это потребности, это страсть, это надежда, ожидания. Это проекции с родителей на мужчину, например. Вот с этим и как бы нужно разбираться. С корнем обиды. Обиды они не на молодого человека. Обиды они на кого-то из детства у вас. Обиды они из ожиданий, не обратных ожиданий, которые вы сами реализовывали. Либо не желаете, либо не молите, либо боитесь. Вот постарайтесь, пожалуйста, обо всем этом подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.